Подзаголовок. Забытая молитва. Наши мудрецы говорят, что еврейство начинается с головы. С Авраама, Ицхака и Якова. Оно растет сверху вниз и напоминает фигуру человека. В последние века в мир пришло «поколение пятки» в кавычках. У душ поколения пятки есть замечательное свойство. Выполняя волю Творца, они могут ступить в грязь, в омут, в кипяток и, в отличие от головы в кавычках, выстоять, не захлебнуться. Но беда им хоть наволос отойти от этой воли, сразу вылезает боязнь высокого, забвение собственной души, присущее «пятке» в кавычках. Свойство это, влечение к его воле, называется «кабалат-оль». «Принятие ярма небес». Оно куется, как железо, закаливается, как сталь. Эти слова уже встречались где-то. Однажды, когда мальчик заканчивал завтрак, вошел отец и спросил у мамы, сказал ли сын вместе с ней «моде они». Йосеф Ицхак, почувствовав промашку, заревел. «Мама, невысокая, полная, в платье с кружевами, само добро и тепло, бросилась его защищать. Ребенок был голоден, и я дала ему молока с пирогом. Что здесь такого?» «И что же?» Он пронес благословение на пищу, не сказав при этом «моде они?» Продолжал допытываться отец. «Благословение-то они тоже забыли сказать, прошляпили. Но мама тоже из Любавической династии, тоже дочь хасидского рэба не сдавалась. Посмотри, ребенок дрожит от страха!» «Когда едят, не сказав «моде они» и благословений, в этом случае можно дрожать», — сказал отец. И он, не обращая внимания на слезы мальчика, увел его в другую комнату и повторил, недоумевая, «Как ты мог есть без «моде они» и без благословений?» Когда сын немного успокоился, он сказал вместе с ним забытую молитву. Когда Йосеф Ицхак подрос, а затем и посидел, он любил вспоминать эту сцену. Он говорил, «Это и есть хинух, еврейское воспитание». Молитва «моде они», с которой у еврея начинается день и жизнь. «Благодарю тебя, Царь живой и вечный, что ты по милости своей возвратил мне душу. Велика моя вера в тебя».